Звезда каркасского балета, народная артистка Айсулу Токамбаева, преподает хореографию в консерватории университета Хачатепе турецкого города Анкары. Я без цели никогда не жила, у меня постоянно была цель. В данный момент я учу детей грамоте. Я звезд не выращиваю, потому что нет таких, которые, ах, какая она талантливая, ах, какая она светящаяся. Нет таких сейчас. Сейчас все в своем телефоне, озабоченные, что там, никому ничего не нужно. А мы тогда, ах, Майя Плесецкая, Уланова, ах, Максимова, и мы этим восхищались. Ни для кого не секрет, что Айсулу Токумбаева – талант. Она так же, как сначала был Сарабишин Алиева, а потом и Рейна Чукоева, стала легендой Кыргызстана. О ее мастерстве и творчестве в свое время были сняты десятки фильмов, а от приглашений на гастроли не было отбоя. В том, что она достигла высот в таком сложном, но красивом виде искусства, есть большой вклад ее родителей – отца Асанбека Токумбаева и мамы Мунджи Иркинбаевой. Каждый ваш шаг – это вы чему-то учитесь. И когда папа был директором издательства, и писатели приглашали в гости, она брала нас с собой, и мы сидели за столом с Аллой Токумбаевым и с Абдыласом Малдебаевым, композитором, и какие они… ну и другие там были писатели, тот же Умиталиев. Они вели беседу, и мама говорила – сидите и слушайте. Покинув кыргызскую сцену, она стала преподавать в Турции, где коллеги уважительно обращаются к ней мадам. Мы практически вместе пришли работать, я, может, чуть раньше, на несколько лет. И ее представили как мадама Исулу Токумбаева. Для меня наша мадам – очень ценный человек, я многому у нее научилась. И не только я, всем мы – весь преподавательский состав. Для нас она очень особенная коллега. Сегодня студентки консерватории Гаеи Тулейн готовятся к важному концерту. Наставница Исулу Токумбаева следит за каждым движением своих подопечных и надеется, что они справятся с выступлением. В свою очередь воспитанница признательна своему мастеру за ее профессионализм. Уже почти пять лет мы учимся у мадам. Она может быть и строгой, и в то же время очень доброй. Конечно, бывает, что мы разозлим ее, тогда она может и прикрикнуть на нас. Но главная причина того, что мы до сих пор тут учимся и достигли такого уровня, в том, что это все благодаря ей мадам Исулу. Мадам Исулу не пропускает ни одного занятия в университете. Замечая за каждым из студентов не только достижения, но и недостатки, она дарит материнскую заботу каждому. Кто знает, сколько он проживет. Поэтому 70 лет – это тоже очередная вершина. Недавно прочитала в интернете, что психологи выяснили, человек может и до 120 лет прожить. Но я помню, как мама мне говорила, чем 300 лет жить, как ворона, лучше 30 лет прожить соколом. Поэтому всегда старайтесь жить осмысленно. Видно было, что уже много лет живущая в Анкаре Айсулу Токомбаева тоскует по Кыргызстану. Ей хочется вернуться туда, помочь тамошним талантам. Но вопрос, а вдруг на родине в тебе не нуждаются, оказывается, гнетет и волнует всегда. Вернусь, конечно. Государство же забросило все, а зато свои карманы наполнили они. И что сделать? Я ничего не могу сделать. Тот, кто умеет хапать-цапать, те себя обеспечили. И поэтому я просто отказывалась. И так же и сейчас, а уж тем более в этом возрасте. Пока наша героиня Айсулу Токомбаева делилась своими мыслями, по ее глазам было видно, что она соскучилась по бишкеку, по любимой сцене в местном театре оперы-балета. Но, видимо, еще не настал момент оставить турецких воспитанников, которые благодаря ее вдохновению и вере достигают новых высот в профессии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!